Так, все, запись пошла. Отлично, всем, всем, всем доброго вечера. Рад вас приветствовать в этой нашей комнате. Нас мало, но в тельняшках. Нас мало, но мы в тельняшках, да? Вот, ну, просто еще то, что у нас ежедневные курсы. Но я вижу ежедневные эфиры в течение этой недели. Но я вижу здесь постоянных посетителей. Как сказать, это самые-самые приверженцы нашего движения. И мы сегодня рассматриваем содержание пятой части программ от МО «Единство». Что у нас здесь находится? Смотрите, я когда обычно людям начинаю рассказывать, я всегда говорю, что, смотрите, у нас есть 35 программ медитаций. Ну, порядка 35. Но это только то, что у нас есть в аудио. А здесь еще очень много обучающей информации текстовой. То есть то, что необходимо почитать. И, соответственно, необходимо по желанию, да? Потому что не все могут. То есть или не каждый захочет, или не каждый на это время найдет. Но, тем не менее, информация интересная. Тем, кто увлекается действительно и думает о том, что необходимо заниматься осознанием. И, соответственно, нужно для этого не только слушать наши прекрасные программы МЭДС, но еще и узнать свой мозг, как он устроен, и как это все работает, и чтобы получить максимальный эффект от всего этого. Соответственно, вот у нас в пятой части для этого есть еще и много вот такой информации. И здесь то, к чему мы привыкли, вот к этим аудио, нашим нейромедитациям, да, программам МЭДС, я его оставлю напоследок, а пробегусь непосредственно именно по дополнительной информации, то, на что мы обычно внимания не обращаем. И поэтому в содержании пятой части я начну вот здесь вот снизу вверх. И в самом низу у нас здесь находится обучающий курс «Правильная работа с подсознанием». Вот, смотрите, коротко, да, скажу сейчас. Вот вы замечали, что, как правило, с нами происходит то, чего мы боимся. Легко, а то, чего мы хотим на самом деле, как-то не очень легко с нами происходит. Замечали такое? Бывает, бывает. Ну, я, да, я еще хочу от кого-нибудь услышать такого подтверждения. Или все, получается, только то, что мы хотим после того, как приобрели программу МЭДС. Нет, этого нет. Хорошо, Наталья, у вас такого нету. Ну, имеется в виду, что подсознанием надо работать, а чего хочешь, то не получаешь. А, чего хочешь, то не получаешь, да, вы это имеете в виду? Конечно, конечно. Да, да, да. И смотрите, я сейчас расскажу короткий, короткий, очень краткий механизм того, почему с нами происходит то, чего мы боимся, ну, или то, чего мы не хотим, да, ну, а то, чего хотим, как-то не очень активно с нами происходит. Смотрите, наше подсознание программируется очень легко на уровне 7 Гц. Это тот момент, когда мы, то есть это трансовое состояние, это та частота мозга 7 Гц, когда мы переходим в фазу сна. То есть в момент засыпания, в момент пробуждения наш мозг работает на уровне частоте 7 Гц. Что для понимания, кто не понимает, что это такое, что это значит, наш мозг управляет нашим телом посредством электрических импульсов. И поэтому, соответственно, частоту работы мозга можно измерить. Вот мы с вами сейчас сидим, общаемся, это частота примерно 25 Гц. Так вот, когда мы засыпаем, это такое уже трансовое состояние, да, момент перехода ко сну. А когда мы ложимся спать, о чем мы в большей части всего думаем? Обо всем и ни о чем, и о том, что, чего как раз-таки мы не хотим, да, то, чего мы боимся. То есть мы переживаем какие-то свои обиды, какие-то свои страхи, боимся завтрашнего дня, боимся вот у нас там какое-то важное действие, решение, и мы рисуем то, как это может обернуться для нас какими-то негативными последствиями. И, соответственно, когда мы засыпаем, а мысль у нас как раз об этом. И наше подсознание, оно программируется, потому что для него нету плохо-хорошо. Оно смотрит на то, что мы об этом думаем, а значит, мы этого хотим. И, соответственно, через подсознание мы таким образом для себя создаем те события и ситуации, которых бы нам не хотелось. Но мы мало думаем о чем-то хорошем, потому что переживать – это как бы гораздо… На этом мы больше заточены, так скажем, на это. И, соответственно, чтобы научиться правильно работать со своим подсознанием, вот у нас здесь представлен вот этот обучающий курс. Далее. Также здесь еще представлены. Я вот даже, знаете, вот сейчас открывать не буду, хотя не буду, сам открываю. Видите, здесь нету привычных нам каких-то заложенных файлов, да, там чего-то, картинок каких-то, файлов, которые необходимо скачивать, потому что здесь этого и нету. Здесь только информация, которую следует изучить, чтобы понимать, как работать со своим подсознанием для того, чтобы через него получать желаемое. Так, поехали дальше. Следующий курс – это полный практический обучающий курс по парапсихологии. Пара – это, знаете, это когда говорится о том, чтобы, ну, что-то хотим усилить, да, вот. И в этот момент включается вот такая вот, ну, приставка «Пара». И здесь уже, соответственно, здесь есть эти курсы, но, опять же, мы их скачиваем тоже в формате в текстовом. То есть, это книги. Это книги. И так, вот, чтобы понимали, о чем этот курс у нас здесь. Практический курс, иллюстрированный курс по парапсихологии включает в себя темы о пространственной энергии, расширении сознания и медитации, о расчетах звездного часа биоритмов человека. В общем, кто имеет доступ к этой части, зайдите сюда, почитайте, ну, хотя бы попробуйте посмотреть, что здесь такого интересного для вас приготовлено и подготовлено. Вот, да, 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 так, так, видите, обучающий курс для достижения духовного просветления. А, это мастерство медитации, это то, что у нас дается в том числе и в подарок. Так мы можем вот эту вот программку скачивать ее и, соответственно, давать тем людям, которым это будет интересно. И точно так же почитайте его, о том, что здесь написано. Кто это читал раньше? Скажите. Кто-нибудь читал, видел это на форуме? Лесорук, видимо, не добирались до себя, да? Ну, конечно же я, конечно же я. И я тебя сейчас попрошу сделать акцент на том, что эта программа является, ну, сказать, апогеем наших достижений в работе с программами, да? Вообще, да, то есть об этом тоже у нас говорится на форумах от МО «Единство», от «Элитсофта» о том, что вообще программы МЭТ… Мне не слышно? Лена, алло, алло, говоришь, меня слышно, нет? Сейчас слышно, да, все, подзариваю. Ага, хорошо. То есть, да, смотрите, вообще, то есть программы МЭТС, они предназначены не для того, чтобы мы вот их там всю жизнь до конца, на протяжении всей своей жизни слушали, слушали и слушали. Они у нас являются подготовительными, нас, чтобы мы прошли вот эту вот очистку, да, всевозможную, исцелились от своих болезней и заболеваний там и избавились от всевозможных проблем и переходили к самостоятельной медитации, именно к самостоятельной, без помощи вот этих аудиопрограмм и так далее. И, соответственно, это и есть цель на самом деле каждого человека, ну, то есть от МО «Единство» нас научить именно к этому, потому что именно она является самой эффективной именно для того, чтобы произошло то самое самосовершенствование. Что такое самосовершенствование? Кто читал у нас на форуме? Я уже понимаю, сразу отвечаю, что самосовершенствование – это развитие способностей человека до уровня Творца. Салават, это очень важно, то, что ты сейчас говоришь, да. Многие люди, вот, кстати, очень хочется сделать на этом акцент, что многие относятся к программам так, что вот они всегда будут с этими тренажерчиками, да, они всегда вот будут иметь вот эти подпорки, так сказать, опору, да. А здесь очень-очень важно понимать, что программы вас обучают, обучают искусству расслабления, и мы все в результате должны стать мастерами. То есть стремиться надо не к тому, чтобы все время программами пользоваться, когда у вас проблемы, а именно, чтобы стать мастерами и научиться самостоятельно медитировать в результате, да, там, у кого-то уйдет на это месяца, у кого-то года, ну, у всех по-разному. Но суть такая, что да, ребят, мы должны стать мастерами. Это классно, очень круто. Да, потому что именно через вот эту самостоятельную медитацию можно действительно найти путь к духовному просветлению. Вот, поэтому, смотрите, программа МЭЦ – это, так скажем, стартовая, ну, стартовый, как ты, крючок, да? Нет, курок, стартовый курок. Нет, это как в школе, это как в школе поучиться, в институте поучиться, а потом уже, да, самостоятельно двигаться дальше. Понятно, что вы... Да, именно для этого и даются вот эти дополнительные обучающие программы. Ну, то есть, чтобы понимали, что можно, да, вот это вот послушать, там, подготовить тело своё, именно приучить его выполнять ту или иную работу. А при этом ещё и свой мозг натренировать уже непосредственно через вот эти знания, которые здесь нам даются. Так, поедем тогда, соответственно, дальше. Здесь ещё заложены такие отдельные моменты. Это магия питания. Ну, давайте это больше оставим для, наверное, такой самостоятельного изучения. Я вам просто показываю, что это здесь есть. Магия питания, магия дыхания. У меня, кстати, недавно на консультации спрашивал человек, ну, уже после приобретения программы, он говорит, ну, спрашивая, вот во время утренней программы, а там же вот это вот дыхание космическое, да, дышим макушкой, выдыхаем пальчиками ног. Вот. И, соответственно, она говорит, а может тут какое-то дыхание надо подключать? И, соответственно, вот сюда можно заходить, изучать эту информацию, которая здесь предоставлена. Магия сексуальных отношений. Ну, тоже. Я в первое время начинал вот это всё читать, потом, ну, честно скажу, убежал в совершенно другое. Я стал больше изучать, смотреть, как вот это всё мне научиться преподносить для людей именно через интернет. Именно поэтому у меня там есть эти воронки, YouTube и тому подобные вещи. А вот до этого как-то я изначально не добрался. Ну, то есть это вопрос приоритета, да, соответственно, посмотрите вы, может быть, у вас именно это пойдёт в приоритет. Обучающий курс развитие человеческих способностей. От чего зависят способности и как их правильно развить? Ну, и здесь тоже мы видим, что такой текстовый материал, видите, очень много, что необходимо, нужно будет взять и прочитать. Я могу коротенько сказать здесь про, ну, аннотацию свою дать, да, вот этому курсу. Ну, смотрите, человек, любой человек может взять и, ну, притянуть к себе в своей жизни всё то, что ему необходимо. Ну, для этого необходимо, да, вот прокачаться, допустим, даже с помощью этих наших программ МЭЦ, прокачаться энергетически. Вот у вас появляется больше энергии, а это наша вселенская валюта, да, для того, чтобы расплатиться за всё то, что мы хотим и пожелаем. Но материальных ресурсов, смотрите, на Земле у нас, а мы к этому, да, в том числе стремимся, материальных ресурсов на Земле ограниченное количество. И, соответственно, те ресурсы, которые есть вокруг вас, другие люди точно так же на них претендуют и стремятся ими владеть. Соответственно, то есть мы с вами с ними конкурируем на эту тему, поэтому необходимо развивать личный магнетизм для того, чтобы быть сильнее в этом плане других людей и иметь возможность притянуть к себе вот эти вот материальные составляющие. Это я касаюсь именно вот этой части в данном аспекте. Это можно, знаете, вот, допустим, как сравнить. Вот на перевалках металлолома там есть такая штука, да, как электромагнит. То есть вот лежит груда металлолома, сверху подводят электромагнит, включают его, и он поднимает там несколько тонн металла. Потом его отпускают, кнопочку нажимают, магнетизм у него теряется, все это падает. Ну, падает уже туда, куда надо, да, там на борт какого-нибудь либо баржи, либо вагонов, либо еще чего-то, чтобы отправить это дело куда-то на переплавку. Но когда вот этого электричества нету, магнетизма нету, вот в этом электромагните нету электричества, и в нем магнит не работает, соответственно, он даже перышко поднять не может. А когда магнетизм этот включается, он поднимает там тонны и тонны металла. Вот вам простой пример того, что вот мы с вами, представьте, ходячие вот эти вот электромагниты, нужно всего лишь кнопочку нажать правильную, а именно развитие человеческих способностей, собственных способностей. Вот этим здесь можно позаниматься. Также компьютерная программа для улучшения мозговой деятельности, она устанавливается на компьютер. Вот видите, да, то есть вот такое окошко, многие из вас видели на своих персональных компьютерах, либо на ноутбуках, когда вы устанавливаете где-то, вот видите, здесь вот копировать, вот папочка какая-то открыть, куда-то сохранить. И эта программа здесь скачивается, вот они, ссылки на скачивание, можете ставить их себе на компьютер и точно так же включать. Там идут все возможные, так, программа производит свето-звуковую стимуляцию мозга с определенной частотой. Свето-звуковая, что это значит? Это у вас там начинает экран, я себе ставил это на компьютер, но долго не практиковал. Буду честен просто-напросто. Компьютер начинает мигать, то есть идет световое воздействие на мозг, да, посредством наших глаз. И точно так же мы в наушниках, там идут определенные звуки. И, ну, опять же, да, вот можно сказать, что область применения программы стресс, то есть можно сесть, если вы находитесь в стрессовом состоянии, можно включить и послушать. Нервные расстройства, сезонные расстройства, бессонница. Ну, в общем, все то же самое, что у нас делают наши программы МЭДС, только еще дополнить их, да, то есть, ну, заниматься этим комплексно. То есть еще и вот этот инструмент тоже можно здесь задействовать и использовать. Так, дальше, секреты разума плюс самое важное о вашем интеллекте. И здесь, опять же, их необходимо, то есть они здесь уже, нам тоже представлены в виде именно книг, которые можно скачать и читать уже там либо на компьютере, либо на планшете. Ну, на телефоне, наверное, не стоит читать. Вот, чтобы понимали, если вдруг кто-то захочет, а компьютера, планшета нет, а есть только телефоны, то чтобы, смотрите, вот, скачать в формате FB2. Это для устройств на андроиде. У кого андроид, кто хочет это почитать, вот необходимо скачивать в формате FB2. У кого айфоны, то, соответственно, скачиваем в формате EPUB. И у кого там компьютеры, то можно скачать себе спокойно в формате PDF и читать их на компьютере. То, что здесь представляется, да, то есть секреты разума. А вот это уже платные курсы, на самом-то деле, вот Азбука денег, как стать умнее, рекомендуемые курсы Константина Шереметьева. Ну, прежде чем их покупать, почитайте вот то, что здесь нам и так уже представлено. Этого тоже читать, читать и надолго вам хватит. Хотя, опять же, кто как читает, да, кто-то может книгу, толстую, очень толстую книгу, там, за неделю прочитать. Говорят, Билл Гейтс читает по, ну, кстати, именно в неделю по книге. Билл Гейтс, все знают, да? Создатель Windows и, соответственно, один из богатейших людей мира. По крайней мере, когда-то он точно удерживал эту позицию. Сейчас мы немножко подвинули, но, тем не менее. И, соответственно, тот формат, к которому мы с вами привыкли, аудиопрограмма, нейропсихоактивная программа для продания жизни. Здесь смотрите, на что направлена данная программа. Итальянскими учеными было выявлено, что при помощи альфа-ритма можно увеличить вариативность работы сердечного мышц, сердечного ритма. Что это значит? Сердце – это единственная мышца в нашем теле, которая не требует отдыха. Мы с вами почему спим? Потому что в течение дня утомились, да, физическое тело наше устало, ему необходимо отдохнуть. Сердце у нас не отдыхает никогда. Вот как родились и до самого-самого нашего окончания жизни, сердце работает, работает и работает бесконечно. Но, тем не менее, чтобы его мышцы отдыхали, если бы оно работало полностью синхронно, вот прям, знаете, как некий пульс, который сбить нельзя. Ну, то есть он постоянно в одном и том же ритме находится. То сердце износилось бы очень и очень быстро. Поэтому оно работает вариативно. Да, то есть сейчас на таком пульсе, потом на таком пульсе, потом такими, ну, и за счет этого там некие его мышцы, да, успевают где-то в каком-то моменте, ну, какие-то мышцы работают быстрее, сильнее, другие в это время отдыхают. Потом наоборот, соответственно, происходит. И вот во время меньшей работы сердечных мышц, эти мышцы как раз-таки и отдыхают. И, соответственно, вот данная программа, она направлена именно на то, чтобы увеличить вариативность сердечного ритма. То есть, чтобы наше сердце имело возможность больше отдыхать. Условно, скажем так, да, что касается по-простому. Точно так же обязательно здесь читайте аннотацию, прежде чем начинать слушать данную программу, чтобы работать с ней правильно. Чтобы это дало результат, и чтобы не было это бесполезное прослушивание программы. Вот то, что здесь у нас с вами представлено. То, что у нас находится в нашей пятой части. Салават, скажи, пожалуйста, а ты использовал вот эту программу для продления жизни в какой-то раз? И вообще? Ни для продления, ни для оволожения организма я не использовал. Ну, а хотя бы пробовал? Просто включал, вот просто, чтобы послушать, что там. Но это было сразу же, как только нам их добавили. А добавили нам эту программу, смотри, опять же, в 2018 году. И поэтому я, ну, прям тебе не скажу, чего там и как там. Она без слов, она без слов. Насколько я помню. Нет, я не спрашиваю тебя, я-то сама пользовалась. Я хотела спросить у тебя, есть ли у тебя личные какие-то ощущения, да? Нет, я не скажу, нет, 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 я не скажу. Вот я ее в 2016 году, я ее слушал, причем не в наушниках, я ее просто пробежался и все. Я почему спрашиваю? Это, насколько я знаю, одна из любимых программ Ирины Стефановой, да, все ее знают в нашем чате. Вот, она мне ее порекомендовала. И я как-то тоже, когда уже присытилась всем, да, уже, ну, все послушала, кроме оволожения, потому что неохота садиться на неделю чистки. Вот, и как-то мне Ирина посоветовала, говорит, попробую, она классная, суперская. Ну, в общем-то, я попробовала. И какое-то время я ее слушала, вот, на несколько дней. Ну, что сказать, она, конечно, очень кайфовая. Да, она вот классная. И когда уже у меня была диагностика, да, когда я приобрела диагностику, тоже, конечно, когда, например, делаешь замер, то слушаешь вот эту программу, да, и вот сердечная чакра вот прям сразу показывает усиление, да, то есть, ну, и научить потенциал сердечной чакры, все у кого слава, и он, конечно, поднимается. Вот, так что эта программа-то очень классная. Вот мне хочется спросить, если у нас сегодня есть на эфире и имеется все части, кто-то из вас практиковал эту программу, вот это продление жизни? Если да, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Похоже, что никто, да? Видать, никто до нее еще не добрался, да. А может, даже не знали. Хорошо, давайте так вопрос поставим. А вы знали, что есть такая программа для продления жизни? Да, вы знали о ней? Я знала, но... Наталья пробовала, да? Она сказала, что знала. Я знала, я прочитала, но я это далеко, пока не добралась. Я прочитала, пролистала все это, да, это хорошо, но внутри я так и не стала. Ну, как-то так. Понятно, ясно. Ясно. Ну, скажем так, к ней тоже есть специальные инструкции, да, то есть там тоже нужно... Вообще любую нейропсихоактивную программу нужно обязательно совмещать с приемом воды, да, то есть это вот акцент. На каждом эфире я делаю акцент на том, что обязательно читайте внимательно инструкции, изучайте аннотации к нейропрограммам. Там у нас идет, что нужно обязательно пить водичку, да, иначе у вас будет сухость, вы почувствуете жажду. И вот видите голубая ссылочка вверху, как правильно работать с нейропсихоактивными программами. Если войти по этой ссылке, мы увидим отдельную инструкцию, и там будет написано о том, что с ней именно нужно работать, да, не просто там вырубаться под нее, а работать. Что имеется в виду? Контролировать дыхание свое, да, то есть во время прослушивания именно все свое внимание, скажем так, сконцентрировать на дыхании. Да, когда мы концентрируемся на дыхании, кстати говоря, мы вдруг обнаруживаем, что у нас куда-то пропали мысли, да, то есть когда вот нам мысли мешают расслабиться, и как раз когда мы, внимание, концентрируем на дыхании, то мы вдруг обнаруживаем, что ага, а мыслей-то нету, и вот как раз вот с этими программами, с ними именно работать нужно. Не как с другими программами МЭДС, которые просто вот ты делал, можешь даже вырубиться, и она все равно будет работать. Да, ну, то есть можешь заснуть. Вот здесь внимательно все читайте. Вот, на самом деле тоже вот очень классная она эта программа, ее бояться не надо, просто нужно изучить. Вот что касается того, что уже Салават проговорил, да, что в пятой части... Салават, вернись, пожалуйста, к списку пятой части. Вот, у нас есть очень-очень много чтива, да, и вы знаете, вот это все не стоит недооценивать, ни в коем случае. Я знаю много людей, которые давно имеют программы МЭДС, очень хотели бы заниматься брейв-бизнесом, но у них не получается, да. То есть, а когда мы начинаем анализировать, почему не получается, вдруг мы понимаем, что человек, который пытается делать брейв-бизнес, но у него не получается, он просто-напросто, ему не хватает знаний. Он не может подать информацию качественно, да, почему? Ну, потому что не хочет читать, да, потому что не хочет остановиться экспертом в этом вопросе. И, соответственно, он не может доносить информацию качественно. И поэтому брейв-бизнес не идет. Вот. А вот эти все знания, которые здесь вот заложены, просто у кого-то, например, кто-то к программам МЭДС уже пришел со знаниями эзотерическими определенными, да, которые где-то в других местах он их получил. А есть люди, которые приходят к нам, ну, грубо говоря, нулевые такие, да, то есть вообще не знаю, что такое парапсихология, сознание, подсознание, человеческие способности какие-то, да, то есть таких много. И вот как раз для них вот эта вся информация, она для них является основой. То есть чтобы они программы, все программы МЭДС практиковали осознанно. Вот я говорила и в предыдущих эфирах, я опять не говорю, да, что вот все нужно делать осознанно. Нельзя вот так брать программы просто, знаете, как, пусть они за меня работают, да, то есть с программами нужно взаимодействовать, на мой взгляд. А для того, чтобы с ними взаимодействовать, нужно понимать, осознавать, что я делаю, зачем я делаю, для чего я это делаю, почему получается, почему не получается. Вот есть такие люди, которые говорят, у меня нет результатов от ваших программ. Потому что человек вообще не осознает, что и зачем он делает. И даже, допустим, потом-то, когда начинаешь общаться, выясняешь, что, оказывается, результаты-то есть, да, но человек просто, он даже не понял, что это были результаты. Вот. Поэтому очень-очень важно все это, с этим знакомиться. И еще хочу сказать, что даже те люди, которые считают, что они очень подкованы, что они много чего знают о дыхании, о питании, о парапсихологии, о работе с сознанием, подсознанием, да, о сексуальных отношениях. Поверьте мне, даже когда вы, вам кажется, что вы все знаете и понимаете, вы начнете это читать и вдруг обнаружите для себя обязательно что-то новое. Так всегда бывает. Когда мы возвращаемся к знаниям, когда мы их просто освежаем, мы всегда для себя что-то обнаруживаем. То, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое, да. Вот. И вдруг мы понимаем, что, ой, а я же это знал или знала, а не использовал. А почему я этим не пользовался? Вот. Поэтому все, у кого есть все части, я очень рекомендую знакомиться, потому что, знаете, со всеми этой информацией, потому что мне нравится, как всегда Салават говорит об этом, не только Салават. Я с этим согласна, что у нас в наполнении всех наших частей нет ничего случайного. Все подобрано настолько идеально, прям филигранно. И, понимаете, и части тоже расположены так, как надо. И вся информация, здесь нет информации ненужной, здесь нет ненужных инструментов. Вот. Когда вы в них погрузитесь, вот в каждую, в каждый разделчик пятой части, вы поймете, что нужно все. Ну, просто одно для одного, другое для другого, да. Это вот как, например, хозяйка на кухне, да, у нее есть половник для того, чтобы суп наливать, а есть лопаточка для того, чтобы блинчики переворачивать, да. Или даже вот ножи. Есть нож для, например, резки хлеба, а есть нож для резки сыра, да. А есть ножик для того, чтобы овощи почистить. Они разный функционал. Вроде и то, и другое ножик, а функционал разный. Вот. Поэтому я всех призываю, кто владеет всеми частями, в том числе пятой, обратите на нее внимание. Вам понравится. И жду от вас потом отзыва. Если вы все-таки погрузитесь в пятую часть и для себя что-то обнаружите, расскажите нам об этом в чате потом. Да, друзья, скажите, а у вас есть какие-то вопросы по пятой части? У кого есть вопросы? Ага. У матросов нет вопросов. Мы в эфире 35 минут. В принципе, несмотря на то, что пятая часть такая наполненная, мы сегодня быстро с ней разобрались. Вот. И вопросов у нас нет. Ну что, тогда можем заканчивать, если вопросов нет. Мы сегодня тему матросов дважды запронули. Я изначально сказал, у нас мало, но мы в тельняшках. И в конце у матросов нет вопросов. Все понятно. В общем, какой задел задали, так то и получили. Ну да. Просто эта информация даст ответы на многие вопросы. В том числе, почему что или иное не получается. Или получается не так, как хотелось бы. Да. Ну ладно. Тогда заканчиваем. Целоват. Тебе огромное спасибо, что ознакомил нас с пятой частью. Опять же, если у вас возникнут вопросы после эфира, пожалуйста, задавайте их в чате. Завтра в это же время, в 19 часов, встречаемся. Мы расскажем про шестую часть. Да. И у нас уже потом останется седьмое воскресенье. Самое маленькое, но удаленькое. Я думаю, Салват, наверное, может быть седьмого тоже какое-то резюме. Нужно будет, кроме седьмой программы, какое-то резюме еще сделать. Вот. Всем семи эфиром, скажем так. Ну да, посмотрим. Как-то подытожить. Ну, подытожим, конечно. Ну все, я дала немного времени на то, чтобы кто-то сообразил, какие вопросы есть. Ну, видимо, их нет. Все, огромное всем спасибо, кто был на эфире. Огромное спасибо спикеру, сегодняшнему нашему дорогому Салавату. Вот. Все, друзья, всем доброго вечера. Кому-то уже доброй ночи. Так, Людмила включила микрофон. Что-то хочешь спросить, как всегда? Нет, нет, нет. Спасибо. Спасибо большое вам за такой труд. Вы молодцы просто. Спасибо. А, я думала, у тебя вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Так, ну ладно, все. Благодарю. Ну, тогда всем очень спасибо. Пока-пока. Благодарю Салавату и Маскуту Лену. Да, все. Всем спасибо за присутствие. Всем до свидания. И мы вас ждем. Салавату и Маскуту Лену.